Умение пользоваться огнетушителем для водителя автомобиля – навык нужный. Ситуации на дороге бывают разные, но, как показывает практика, не все знают алгоритм действий. Поэтому сотрудники госавтоинспекции вместе с областным управлением МЧС и комбинатом противопожарных работ организовали акцию «Безопасный автомобиль» и приехали в гости к курсантам автошколы ДСААФ, чтобы на практике научить будущих водителей правилам использования огнетушителя. С начала 2018 года на территории Берестской области произошло 90 пожаров на объектах автомобильного транспорта. Основные причины – это неисправность топливной системы, электрической системы, а также восстановление технических жидкостей автомобиля. Как известно, практика без теории слепа, а теория без практики – мертва. Поэтому каждый из будущих водителей смог лично попрактиковаться в умении пользоваться огнетушителем. Среднее время выгорания автомобиля – от 5 до 10 минут. Поэтому наличие исправного огнетушителя – залог безопасной поездки. Как известно, новые знания лишними не бывают и карман не тянут. Это выражение очень хорошо подходит к умению пользоваться огнетушителем. Навык несложный, но в чрезвычайной ситуации весьма и весьма полезный. Конечно, условия, предложенные служителям водительских курсов, отличаются от реальной ситуации, когда водителям приходится тушить собственные автомобили без специальной куртки и шлема. И здесь главное – не растеряться в чрезвычайной обстановке и знать алгоритм действий. Очень полезно, я считаю, не только для женщин, для мужчин, то есть и для женщин обязательно знать это все обязательно надо. Продолжилась акция «Безопасный автомобиль» на улицах Бреста. Сотрудники госавтоинспекции проверили автомобилистов на наличие огнетушителей и знания правил их использования. Тем, кому повезло стать участником профилактической акции, получили в подарок от Брестского областного комбината противопожарных работ новенькие огнетушители и сертификаты на их заправку. Межштатные ситуации случаются очень часто. У меня был когда-то газовый автомобиль, у меня там лежал огромный баллон, я с собой возил, потому что страшновато. Сейчас езжу на дизеле, но все равно это не меняет правил. И вообще пользоваться этим делом надо уметь, потому что не только свой автомобиль надо обезопасить. А бывает такое, что видишь аварию какую-то, что-то горит. Если не знаешь, как пользоваться, то он, в принципе, как бы, что он поможет, если не умеешь пользоваться. Если индущитель машины говорит, если не знаешь, что с ним делать и что, правильно, надо уметь пользоваться индущителем в обязательном порядке, любым. Вместе с тем, чтобы максимально сохранить автомобиль от полного уничтожения огнем и не пострадать самому, сотрудники МЧС советуют соблюдать ряд важных правил. Одно из них – резко не открывать капот автомобиля, чтобы не допустить приток воздуха. Не менее важно иметь под рукой качественный огнетушитель. Надежнее всего для обеспечения безопасности автомобиля приобрести огнетушитель с массой огнетушающего вещества не менее 4 кг, порошковый. И обязательно убедиться, что огнетушитель сертифицирован на территории Республики Беларусь. Сертификацию от лица можно попросить у продавца. Для того, чтобы убедиться в исправности огнетушителя, нужно проверить целостность корпуса, наличие раструбы, пломбы, а также срок действия заряда. А огнетушители необходимо перезаряжать порошковые автомобильные не реже, а один раз в два года. Согласно приложению 4 главы 7 правил дорожного движения, запрещена эксплуатация транспортного средства при отсутствии огнетушителя, аптечки и знак аварийной остановки. При этом в автобусе, либо грузовом автомобиле, который перевозит пассажиров, обязательно наличие двух огнетушителей. При этом один должен находиться в кабине водителя, а второй в салоне с пассажирами. В противном случае водитель может быть привлечен к административной ответственности в виде предупреждения, либо наложения штрафа в размере до 0,5 базы к величинам.